Всем привет, с вами Виталий Мичуковский, это подкаст «Хочу стать дизайнером» и сегодня наша тема это UI UX. Сегодня мы поговорим о том, что это такое и с чем его едят в графическом дизайне. Разберемся сначала с терминологией. UI это у нас User Interface, то есть пользовательский интерфейс. Все мы сталкиваемся с разного рода интерфейсами. Если банально просто пытаться объяснить, что такое интерфейс, это что-то при помощи чего выполнять самые сложные действия при помощи самых простых команд. Банальный пример это кофемашина. Вы нажимаете на кнопку сделать кофе и машина за вас начинает произвести какой-то сложный процесс, в котором вы в принципе не принимаете никакого участия. И на выходе вы получаете готовый продукт. Так работает любой интерфейс, с которым вы взаимодействуете. Если мы говорим в графическом дизайне, то пользовательский интерфейс это у нас мобильные приложения, разного рода программы на компьютере, ну и соответственно веб-сайты, на которых вы можете взаимодействовать при помощи нажатия на одну-две кнопочки и получать уже там допустим прогноз погоды и так далее. Какой-то большой объем информации, который за вас собирает программу. Думаю, тут понятно. UX это User Experience, то есть опыт пользователя. Данный термин у нас берет свои корни в маркетинге. Именно там он появился, по-моему, в 97 году. Он был призван определять уровень удовлетворения покупателя продуктом. Другими словами, вы покупаете шампунь, вы им пользуетесь, если он вам нравится, вы получаете соответственно положительный опыт. Что это дает продавцам? Это говорит о том, что вы будете, во-первых, дальше пользоваться этим продуктом, а также будете пользоваться сопутствующими продуктами данного бренда. Кондиционер для волос, там, я не знаю, мыло и тому подобное. А также вы будете рекомендовать данный продукт, соответственно, своим знакомым и друзьям. Чем больше положительный опыт у продукта, тем лучше он продается. Это логично, это понятно. И сегодня мы будем разбираться в том, как это работает в графическом дизайне. Потому что помимо того, что мы генерируем какой-то положительный опыт, у нас уже есть опыт, да, который сложился от взаимодействия с похожими продуктами, типичными продуктами. Уже есть накопленный опыт. К примеру, если мы возьмем любое мобильное приложение. Мы знаем, что Swipe, допустим, вправо, позволяет нам вернуться на страничку назад. Если мы возьмем мессенджер, у нас есть список сообщений. Мы знаем, что если Swipe по сообщению влево, у нас откроется меню, в котором мы, к примеру, можем удалить данное сообщение. Единственное, у кого это не реализовано, и что вызывает иногда, ну, вот такое потрясение, это приложение Gmail, в котором вы, когда вот так пытаетесь слева смахнуть, чтобы сделать какие-то действия сообщения, к примеру, удалить, оно какого-то хрена архивируется. И это вызывает, ну, прям какое-то вот раздражение. Потому что ты привык, что должно работать по-другому. Другими словами, User Experience говорит нам о том, что есть какое-то действие, которое мы повторяем тысячекратно, и результат должен быть точно таким же. Если я свайпаю влево по сообщению, должно выскочить меню с кнопочкой удалить. Банальный пример, думаю, здесь все понятно. Когда мы разрабатываем любой графический интерфейс, то есть пользовательский интерфейс, приложение или веб-дизайн, сайт не имеет значения, мы основываемся от того опыта, который уже сформировался. Так как сайты, собственно говоря, как мобильные приложения, это очень-очень такая молодая сфера, да, так как еще 20 лет назад никаких мобильных приложений вообще не существовало, а сайты, которые были, это было просто ну а-ля страничка в Word. За вот это время накопился уже опыт взаимодействия. Приведу вам пример. Когда я начинал заниматься веб-дизайном, это был год десятый, девятый примерно, тогда вот каких-то стандартов сайтостроения, скажем так, их не существовало. Каждый делал сайт как хотел. Если сегодня мы с вами открываем сайт, мы привыкли, что допустим строка меню находится сверху, и это у нас горизонтальная прямая, в которой есть кнопочки. Ну или же, в крайнем случае, это у нас кнопочка с трех полосочек, нажимая на которой, у нас открывается меню. Мы к этому привыкли, и когда мы заходим на сайт, и мы ищем что-то похожее. А вот в десятом году вот это меню лепили куда угодно. Оно могло быть столбиком слева, справа, оно могло быть где-то сверху и выезжать. В общем, делали как угодно. Так как сайтостроение это было новое что-то, то каждый пытался это реализовать так, как он это понимал. Со временем, уже к сегодняшнему моменту, спустя 11 лет, у нас уже выработался определенные стандарты, по которым мы делаем сайты. Почему делаем по этим стандартам? Почему здесь не нужно что-то выдумать? Так как уже есть опыт взаимодействия с сайтами, на основе которых люди, заходя на сайт, они быстрее смогут разобраться с тем, что вы им дали. Так как самое главное в интерфейсе, это простота и понятность. Самое первое правило разработки пользователя интерфейса, это понятность. Если мы возьмем с вами, к примеру, интерфейс программы Adobe Acrobat, посмотрим на него, каким он был, допустим, в году 2009, то вы вообще ни черта не поймете, что там происходит. Там было огромное количество разных кнопок, которые делали вообще непонятно что. Это было вот такое нагромождение, огромное всего-всего-всего. И с таким интерфейсом неподготовленному человеку было сложно работать. Понятно, что есть приложения, которые специализированы и направлены на людей, которые уже в теме. К примеру, программы по черчению, Автокад, Архикад, они целенаправлены на людей, на инженеров, которые уже понимают, что там к чему. Тем не менее, их для того, чтобы работать с этой программой, подготавливают изначально. Но если мы говорим о каком-то веб-сайте, например, об интернет-магазине, то странно будет, если вы заходите на этот веб-сайт, и у вас тут выплывает окошко и говорит, смотрите, для того, чтобы работать с нашим веб-сайтом, вам нужно пройти 40-минутный курс, в котором мы расскажем вам, что и как работает в нашем интерфейсе. Никто таким пользоваться не будет. Есть сайты, на которых есть такое минимальное руководство, такой мануал. К примеру, сайты разного рода обучающие. Вот, допустим, CodeAcademy есть такой сайт, на котором можно изучать языки программирования, HTML и тому подобное. И когда вы заходите в первый раз, там есть такой легкий мануал, который вам покажет, что вот здесь, если вы нажмете сюда, вы перейдете на следующий урок. Вот здесь вы должны будете ввести полученные вами данные. Здесь вы увидите информацию. То есть легкий мануал, который вводит вас в интерфейс, который нетипичный и непривычный. Это нормально. Но если бы так делали с каждым приложением, то, поверьте мне, люди бы часто им не используют. Потому что люди это ленивые существа, которые не хотят ничего сложного. Они хотят максимально просто. Для того, чтобы получить простой интерфейс, мы уже обращаемся опять к User Experience, который нам говорит, что все, что мы делаем в графическом дизайне, должно строиться на графических паттернах. Что такое паттерн? Это некая система, которая повторяется постоянно. Самый простой пример графического паттерна. Если мы заходим на сайт, на котором можно что-либо скачать. Ну, к примеру, фильм. Кнопку какого цвета мы будем с искать? Подумайте секундочку. И скорее всего мы будем искать либо зеленую кнопку, либо синюю. Так как чаще всего на сайтах, на которых что-либо можно скачать, кнопки окрашутся именно в этот цвет, зеленый или синий. Таким образом, мы можем даже не читать, что написано на кнопке, а просто на нее нажать. Этим, кстати, пользуются вот эти недоброкачественные рекламодатели, которые предлагают вам скачать какую-то херню. Вы заходите на сайт, там кнопка скачать зеленую. Вы даже не читаете. Вы просто на нее нажимаете, и вам скачется какой-то там просто хлам. Да, вот там раньше был вот этот Mail.ru, еще что-то какой-то там, браузер. В общем, абсолютно ненужная херня. И это все основано только на том, что у нас есть опыт взаимодействия. Таким образом работает наш мозг. Мы запоминаем какую-то одну и ту же графическую структуру и знаем, что если мы с ней будем взаимодействовать, то получим один и тот же результат. Помним, да, что такое User Experience? Точнее, что такое User Interface? Так вот, графические паттерны, они везде, повсюду. Мы с ними работаем. Банальный пример. Как выглядит кнопка закрыть окно? Кружочек с крестиком. Она может быть красного цвета, может быть не красного, но это кружочек с крестиком. Мы знаем, что если нужно сделать кнопку закрыть, то это должен быть просто крестик. И на сайтах вы можете увидеть разные интерпретации данного графического паттерна. Крест тонкий, крест толстый, крест в кружочке, крест в квадратики, на закрашенном фоне и так далее. Но везде это крестик. Это банальная пиктограмма, с которой мы работаем. То же самое касается и приложений. Вот мы заходим в приложение, у нас графический паттерн, опять по мессенджеру. Прямоугольник, слева от которого находится, либо в кружочке, либо в квадратики, не имеет значения, иконка пользователя, там фотографии или просто там буковка какая написана. Дальше идет имя этого пользователя, краткий кусочек текста, а в правой стороне время и дата, когда это сообщение пришло. Если мы откроем все браузеры, то они все выстроены по этому графическому паттерну, так сказать, по шаблону. Таким образом, когда мы создаем новый продукт, например, новый мессенджер, то человек, если мы берем вот этот уже графический паттерн существующий, вот он носим, открывая данное приложение, он сразу понимает, как с ним работать. Ему не нужно думать, ему не нужно привыкать к новому интерфейсу, он сразу готов с ним взаимодействовать. Все, что мы должны сделать, это сделать этот интерфейс максимально удобным. Другими словами, сделать его лучше, чем у конкурента. Думаю, мы подвели маленький итог и поняли, что есть графические паттерны, которым нужно следовать. И когда мы разрабатываем интерфейс, первое, что мы должны сделать, это продумать наши графические паттерны. Основным графическим элементом взаимодействия в интерфейсе являются кнопки. Вы никогда, может, об этом не задумывались, но в любом интерфейсе это кнопки, потому что нажав на какую-то кнопку, мы получаем какое-то действие. В свою очередь, эти кнопки, как графический паттерн, делаются на три основных веб-дизайне, да и в приложении в том числе. Это у нас есть текстовая кнопка. Самая понятная, банальная текстовая кнопка. И эти кнопки, они являются служебными. К примеру, мы открываем даже настройки вашего телефона. И у вас в виде текста есть кнопки, допустим, настройки вашего телефона. Обои, звук и так далее. Но, к примеру, когда вы нажимаете на какую-то кнопку сменить, вам всплывает окно, в котором есть как текстовая, чаще всего, так и уже объемная кнопка. Объемная кнопка, это вокруг текста, есть у нас уже какая-то область закрашена каким-то цветом. И вот это у нас уже являются главными кнопками, основными или активными кнопками, кнопками действия. Нажав на которую, вы принимаете условия. Если мы возьмем сайт, то таких кнопок, как правило, гораздо меньше, по сравнению, допустим, с текстовыми. Они созданы для того, чтобы призвать вас к какому-то главному действию. К примеру, если это интернет-магазин, то купить. Там должна быть одна закрашенная кнопка, к примеру, зеленого цвета, у нее свой цвет, говорящий о том, что купить. Возвращаясь к паттернам, наши объемные кнопки, главные, основные кнопки, они уже подкрашутся разным цветом и имеют, допустим, разную форму обводки, что позволяет нам их отличать друг от друга, не читая их. Банальный пример интернет-магазина. Представим себе, у нас есть товар, есть кнопка купить, она зеленого цвета и вот круглая или с круглыми краями. Когда мы нажимаем на нее, мы переходим в следующий раздел оформить заказ и кнопка оформить заказ выглядит точно так же. Нажимаем на нее и дальше точно такая же кнопка, только подтвердить заказ. Таким образом, мы создаем графический паттерн из зеленых вот этих кнопок, по которым человек должен просто идти, нажимать эту кнопочку зеленую, чтобы закончить действие. Он нажал на нее изначально и дальше он просто вот как по ступенечкам по этим зеленым кнопкам идет. Но если на каждом этапе мы эту кнопку будем менять, человеку придется тупо искать, куда ему нажать, смотреть, какая кнопка, то есть теряться. Вот этого сделать не нужно. Графический паттерн позволяет нам провести человека по сайту. Если вы хорошо изучите графические паттерны, а также опыт пользования приложения, вы сможете просто писать сценарий поведения пользователя непосредственно где? На вашем сайте или вашем приложении. Если эта тема будет вам интересна, пишите в комментариях, мы обязательно запишем подкаст, в котором я расскажу некоторые нюансы поведенческих факторов, на которые можно влиять при создании вашего приложения или же вашего сайта. У нас есть еще последний вид кнопок, это контурные кнопки. Когда у нас есть текст, а вокруг есть какой-то контур, допустим, не залитая вот эта вот область цвета, она просто обведена какой-то рамочкой. Вот это является вспомогательными кнопками. Это некое действие, которое не самое главное в интерфейсе, но и не самое последнее в интерфейсе. Что-то среднее. Это не системная кнопка и не главное. Это какое-то дополнительное действие, которое часто используется. К примеру, возвращаясь к нашему интернет-магазину, есть кнопка оформить заказ, а есть кнопка продолжить покупки. Так вот, оформить заказ мы делаем объемный, заливаем цветом, а продолжить покупку делаем в контуре, чтобы они графически уравновешивали друг друга и выглядели, скажем так, эстетично. И в таком случае, если у вас будут две залитых кнопки, человеку будет сложнее. Чем больше у нас этих пятен цветных на экране, тем сложнее человеку сконцентрировать свое внимание. А интерфейс, любой интерфейс должен позволять человеку именно сконцентрировать внимание и работать с вашим приложением, а не отвлекаться. Опять, будет эта тема интересна, пишите в комментариях. Я запишу отдельный подкаст, в котором расскажу, как концентрировать внимание пользователей, к примеру, на сайте. Так вот, у нас уже есть один набор графических паттерн, он основной, а дальше, в зависимости от приложения, вы генерируете другое уже набор графических паттерн. К примеру, если это сайт с новостями, то у нас есть графический паттерн, а как выглядит новость, согласны? То есть блок с новостью, он должен быть везде одинаковым. Если у вас каждый блок с новостями будет выглядеть по-разному, то человек не сможет понять, это новость или это не новость, а может это реклама и так далее. Думаю, тут тоже все понятно. User Experience, в котором мы генерируем положительный опыт, должен всегда стоять на том опыте, что у нас есть. Самый простой пример – это окно поиска. Есть у нас строка из поиска. Если мы разрабатываем сайт или интерфейс, где должна находиться строка поиска? Конечно, в самом верху нашего сайта. Если мы берем сайт, то, как правило, у нас этот поиск старается сместить либо в центр, либо чуть левее. Почему его хотят сместить чуть левее? И вообще, почему правильно смещать чуть левее по отношению к экрану? Потому что если возьмете социальные сети, самые популярные – Facebook, Instagram, ВКонтакте и тому подобное, то их поиск как раз смещен влево. А поскольку чаще всего и больше всего времени люди проводят, если мы говорим сайты, на этих сайтах точнее, Instagram, Facebook, в соцсетях, они привыкают к этому интерфейсу. Так зачем им давать другой интерфейс? Дайте им понятный, привычный интерфейс, с которым они уже работают каждый день. И они будут счастливы, и они будут работать с вашим сайтом. Когда мы разрабатываем приложение, вот этот UI UX, такая связка, она нужна, в первую очередь, для того, чтобы вы не придумали велосипед. Начинающий дизайнер, или как я их называю, дизайнеры с гонором, они все знают, все умеют, и они вам хотят навернуть прям такое, прям показать, какие они крутые. В 90% случаев они рисуют полную аккелесицу, не понимая того, что уже есть набор элементов, уже есть понимание, как человек себя ведет. Нужно это все взять, проанализировать, убрать оттуда все ненужное, добавить туда только то, что нужно, и оформить это лаконично и понятно. Вот и все. В этом и заключается ваша работа. Помимо того, что мы должны продумать, конечно, структуру сайта и того подобного, опять-таки, если интересно, как продумывается структура сайта, что там такое важное, что не важно, пишите в комментариях, мы данный подкаст запилим. Сегодня мы просто разбираемся с общими понятиями. Так вот, когда мы разрабатываем интерфейсы, нужно всегда помнить о том, что основная задача интерфейса – это не впечатлить человека вашими способностями художника, графического дизайнера, не дать ему набор цветов и картинок, от которых он будет просто умиляться. Главная задача – это чтобы данный интерфейс был понятен пользователю, и он максимально быстро мог получить от этого интерфейса желаемый результат. Если мы говорим о кофейном аппарате, если мы туда напихаем огромное количество непонятных кнопок, то человеку будет сложно с ним работать. Человеку нужна одна кнопка – нажать «Сделать кофе». Все. Если есть какие-то варианты этого кофе, самый простой метод решения этого вопроса – это сделать какую-то крутилочку, к примеру. Такой опыт уже есть. Есть экранчик, есть крутилка, на которой он выбирает. Так, я хочу латте, капучино или еще что-то. Он покрутил, у него светятся на экранчике латте. Он нажал на кнопку «Приготовить». Во-первых, вы уменьшите место для этого интерфейса. А теперь представьте, что у вас это все кнопками отдельными. Я думаю, такое вы видели часто на заправках. Если на заправках есть кофемашины, в которых огромное количество кнопок, и ты подходишь и вот это смотришь, ищешь. Но на заправке такой аппарат. Он оправдан, потому что там большое количество людей, и большой поток людей. И когда это все разложено в виде больших кнопок, человек быстрее сделает, он не будет эту крутилку, крутить, просматривать все варианты. Он просто так, ага, оп, нажал, пошел, большой поток. Но когда мы говорим о домашнем аппарате кофе, это же ваш аппарат. Вы никуда не спешите, у вас нет тысячи людей. Вы с этим аппаратом будете замедлировать каждый божий день. Вы за первые 15 минут выучите все там вариации кофе. Знаете, сколько раз повернуете эту крутилку. Покрутили, нажали. Потому что вам дома нужен максимально простой интерфейс. А вот такой здоровый интерфейс, как вы понимаете, с таким большим экраном или просто большим количеством кнопок, во-первых, увеличивает размер самого кофе аппарата. Во-вторых, увеличивает его стоимость, соответственно. Если покупать такой домой, он будет гораздо дороже. Кому-то может хочется такой, и в принципе есть такие аппараты на рынке, но они стоят очень дорого. А вот аппараты, которые попроще, они стоят подешевле, и их покупают чаще. Потому что они более понятны. Таким образом, мы подходим к тому, что создание пользовательского интерфейса это процесс, в котором мы должны взять уже все, что мы знаем о подобных интерфейсах, обработать их и сделать что-то понятное и простое. Чем проще, тем лучше. Вот, собственно говоря, все, что я хотел рассказать в данном подкасте. Вести вас легонечко в курс дела, что такое UIX. Объяснить, как это работает. Если эта тема вам заходит, пишите в комментарии. Будем ее развивать, я буду рассказывать больше всего этого дела, так как я на этом собаку съел. Ну, а также пишите темы, которые вас интересуют, чтобы я готовил для вас интересные подкасты. С вами был Виталий Мечуковский, и скоро услышимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok